Я думаю, что больше всех все понятно, например, много раз рожавшей женщине. Даже викинги при всей их дикости, как бы те самые конкретные викинги, о которых молилась вся Северная Европа, избавив нас от гнева норманов, они считали, что женщина, рожавшая много раз, она равна воину, умершему на поле боя. Да, то есть как бы женщина, много раз находившись на грани жизни и смерти, рожавшая не раз, зная, что такое боль, кровь, страх и всякое такое. Я думаю, у них вообще не должно быть вопросов с этим. Вопросы об этом возникают только у изнеженного человека, мне кажется. Позвольте мне себе сказать. В силу изнеженности и в силу короткопамятливости, вот память рыбки гупи, когда ты не связываешь между собой причины и следствия, когда ты, например, делаешь что-то, и через два дня ты уже забыл, что ты это сделал, как бы тебе прилетело, например, через месяц, за то, что ты сделал месяц назад, да? А ты вообще не понимаешь, как бы, а за что тебе, а мне за что, как бы, да? Это об этом у Соломона написано, что между причиной и следствием, между грехом и наказанием существует время, и поэтому беспамятливые сыны человеческие не спешат исправляться. Я думаю, что мы, я по себе скажу, да, что мы беспамятливые, платоугодливые и ленивые. И мы выстроили себе какой-то лживый, какой-то фальшивый мирок, в котором не бьют, не стреляют, хотя там все время бьют и стреляют. А мы как бы себе, вот, как бы, нам так просто удобнее жить, вот в этих переборках, там, в домике в этом, как бы, в котором никто не умирает, как бы, значит, а на самом деле везде постоянно все умирают, как бы, и плачут, и мучаются. Кому, как священнику, там, или доктору, этого не знать. Вся жизнь, как-то, кровоточащая рана. Война это не самое, на самом деле, такое, ну, как бы, это может быть самое страшное, не самое страшное, но в миру есть очень много такого, что с войной и поспорят. Поэтому мне кажется, что вот в плане виноватости русская цивилизация, русский чем хорош? Тем, что он знает, что всяк за всех виноват. Как раз в русском ментальном коде не написано, что виноваты они, поэтому мы должны с вами воевать. В русском ментальном коде написано, что я не люблю войну за то, что она заставляет меня убивать. Я не хочу этого делать. Это в русской классике написано, это я сейчас не помню. Это даже в украинской классике, поскольку я учился в школе, где украинский язык изучался, как бы, не как иностранный, а постоянно, как бы, то есть, там, каждые два дня, там, или язык, или литература. Мы много читали, как бы, это украинские классики, и советские классики, и украинские. И там я помню с уроком украинской литературы такую фразу. Ненавижу тебя, война, за то, что ты заставляешь меня убивать. Я не хочу, но я должен. Но вот этот вот послевоенный европейский мир, как бы, этот сытый, как бы, сыторазвратный мир, он расслабил людей, и мы, как бы, забыли о настоящей жизни и о настоящем Боге. И, конечно, мы все виноваты в этом, потому что грехи стекаются ручейками в более-менее большие потоки, потоки стекаются в реки, реки впадают в море, и круговорот воды в природе. То есть, большие реки греха текут с нашим личным участием тоже. С нашим личным участием тоже. Мы, когда, например, на литургии молились, скажем, о мире всего мира, мы вообще понимали всю ответственность этих слов? Что это мы не домолились о том, чтобы мир был во всем мире? Или, например, когда мы по остраждущих путешествующих, плененных, мы вообще даем себе отчет, что это конкретные плененные, которых пытают, которых избивают, на подвале сидят, или в зиндане сидели в Чеченскую, или сейчас в подвалах каменных сидели в Донбассе. Это реальные люди, которым ногти вырывают, которым уши отриют. Это мы каждый день произносим это на литургии. Мы вообще даем себе отчет, что это конкретные люди, что их нужно вымаливать с криком, с воплем, со слезами. Мы так не делали. Мы не делали этого. И я этого не делал. Когда я говорил о плененных, я отнюдь не каждый раз вспоминал, что сейчас реально пленные наш солдат или офицер, летчик сбитый, или пленные донбассовцы давно уже годами сидят, уже с ума посходили в этих подвалах СБУ. Мы не думаем ни о ком на самом деле, пока нас лично не коснется. И в этом, конечно, есть наш грех общий, наша коллективная вина. По идее мы должны плакать каждый день, как Силуан Афонский. Надо молиться, чтобы познали Бога, все народы Земли Духом Святым, и чтобы облегчил Господь скорби скорбящих. Весь мир – это большая рана. Пока одни плачут, другие скачут, потом они меняются местами. Теперь те скачут, теперь эти плачут. Вот и все. Поэтому я считаю, что наш общий грех в легкомысленности, в несерьезности, в маломолитвенности, в маловерности, в отсутствии настоящих добрых дел, в показушности, в лживой риторике любовной, к которой мы привыкли не к любви, а к лживой риторике любовной, это наш коллективный грех. Церковных людей не меньше, чем мирских, даже больше, чем мирских, что мы-то должны знать правду больше. И нам вступило время покаяния. То есть это все происходит и по нашей вине тоже. И это отдельно можно говорить и про журналистов наших, которые просто утомили всю страну этими украинскими экспедиторами. Когда это все закончится? Неужели нужно, чтобы началась именно такая масштабная беда, чтобы исчезли там это, и Нина Соколовская, там этот Ковтун, там эти польские хамы, которые постоянно орут и оскорбляют всю страну за деньги в эфирах Первого национального канала? Когда это все прекратится, вот это все, это безобразие, вот это все? То есть мы все коллективно виноваты в том, что мы не думали даже ни о чем серьезном, а с нас спросится, потому что на христианах лежит нравственная ответственность за мир во всем мире, если хотите, за жизнь всего мира.